Доброе утро, уважаемые телезрители! Менее двух недель остается до 18 марта, когда мы с вами должны прийти на избирательные участки и выбрать одного из восьми кандидатов, которые баллотируются сейчас на должность президента Российской Федерации. А сегодня гости нашей студии это доверенные лица кандидатов. Алексей Александрович Распопов представляет кандидат на должность президента Российской Федерации Павла Грудинина. Виолетта Комиссарова является доверенным лицом Владимира Путина, который также является кандидатом на должность президента. Фрида Андреева представляет интересы Владимира Вольфовича Жириновского. И Сергей Муллер представляет интересы Бориса Титова, который также баллотируется на должность президента Российской Федерации. Уважаемые гости, первый традиционный вопрос. У вас будет по одной минуте, чтобы вы объяснили избирателям, почему они должны прийти 18 марта и избрать именно вашего кандидата, а не какого-нибудь другого. Начнем с вас, Алексей. Уважаемые телезрители, Павел Николаевич Грудинин является не только кандидатом КПРФ, но и кандидатом широкого слоя левых и национально-патриотических сил. Своим кандидатом Павел Николаевич считает, например, НПСР, Национально-патриотические силы России. Также своим кандидатом Павла Грудинина считает еще и левый фронт. Поэтому Павел Николаевич Грудинин настоящий, народный, единственный демократически избранный кандидат. Поэтому всех призываю прийти 18 марта и проголосовать за Павла Николаевича Грудинина, единственного народного кандидата. Спасибо. Велия Ивановна, пожалуйста, ваша минута. Уважаемые калужане, 18 марта состоятся выборы президента Российской Федерации. В нашей Конституции закреплено право, право голосовать и выбирать президента России. Но сегодня мы должны с вами понимать, что это прежде всего огромная ответственность, потому что мы выбираем не фигуру, мы выбираем в данном случае страну, мы выбираем наше будущее. Мой кандидат Владимир Путин идет как независимый кандидат. Именно поэтому ему важен каждый голос, его сторонника, те, кто поддерживает его инициативы, проекты, экономическую и политическую программу. Поэтому я приглашаю прийти, проголосовать и отдать свой голос за сильного кандидата, за сильную Россию, за Владимира Путина. Спасибо. Федер Андреевна. Уважаемые телезрители, выборы – это очень ответственный момент для нашей страны. Мы выбираем перемены, мы выбираем будущее, мы выбираем лучшую жизнь. Поэтому, обращаясь к вам сегодня, прошу вас голосовать за Владимира Вольфовича Жириновского. Именно Владимир Вольфович Жириновский сможет круто повернуть страну на благо человека. Только при Владимире Вольфовиче Жириновском не будет бедных, не будет нищих, все будет поставлено на благо человека. Спасибо. Сергей Николаевич. Голосуя за Бориса Юрьевича Титова, вы голосуете за человека, который успешный предприниматель, отстаивает огромное количество интересов предпринимателей и бизнесменов и освободил их уже от уголовного преследования. Голосуя за Титова, вы голосуете за бизнесмена, общественника, политика. Вы голосуете за стратегию роста, которую придумал он и его команда, которая проработана на протяжении нескольких лет. Это сплав и практики, и теории. Спасибо. Есть такое расхожее выражение, что о цивилизованности общества можно судить по отношению к детям и к старикам. О стариках говорится достаточно много, о старшем поколении. Но как-то молодежь, подрастающего поколения, остается несколько в тени. Почему так? Это уже другой вопрос. И если в прежние советские годы можно вспомнить, что у нас молодежью занимались достаточно две мощных таких организации, как пионерская организация и комсомол. Потом в конце 80-х в обществе появился вопрос, легко ли быть молодым. И мы тогда узнали, что у нас есть и панки, есть они формалы, есть любери, там куча других молодежных течений. Вот сейчас, глядя на нашу современную молодежь, что предлагают ваши кандидаты? Какие основные направления молодежной политики изложены в их предыдущих программах? Давайте начнем так же, как начинали. Алексей Александрович, с вас. Молодежная политика Павла Николаевича Грудинина основана и указана так же в его программе «В 20 шагов». Например, Павел Николаевич Грудинин говорит, что нужно внести ипотеку для молодых семей. Ипотека будет 3-4%, не то что сейчас, а совершенно минимум. Причем рассрочка на 30 лет. Строить всем молодым семьям жилье. Либо дома, выдать землю, либо построить жилье под такую маленькую ипотеку. Дальше. Молодым мамам и многодетным семьям обеспечить максимальную помощь. Соответственно, чтобы пособие на ребенка составляло минимальный прожиточный минимум ребенка. А не вот эти мизерные деньги, которые сейчас. Это тоже в программе написано. Далее. Обеспечить всех детскими садами. Опять же. Только что сказали, как было хорошо при советской власти. Почему не сделать, опять же, детские кружки, секции и прочее. Обеспечить все, как было раньше. Ведь люди заняты. Они так, как сидят в интернете сейчас и из дома никуда не выходят. Можно, опять же, поговорить о молодых специалистах. При советской власти было распределение после окончания вуза. Сейчас у нас более 80% закончивших вуза не работают по специальности. Идут куда угодно. Там чуть ли не менеджерами продавать от телевизора и до автомобилей. Распределение дает гарантированную работу по специальности. Опять же. Квартира молодому специалисту тоже будет гарантирована. Так должно работать государство. Нормальное государство, которое делает вклад в будущее. Инвестицию в будущее. Образование. Давайте вернемся, посмотрим про образование. Вот сейчас у нас в данный момент есть единый ЕГЭ, единый экзамен, государственный экзамен, да? Который подразумевает, что он единый для всех. Как может быть единый государственный экзамен, если у нас у всех разные учебники? В разных школах разные учебники. Ведь это же какой-то нонсенс. Люди учатся по разным учебникам, а экзамены сдают все один и тот же. Тем более ЕГЭ, это, скажем так, это тесты. Значит, вот здесь нужно менять, либо вносить определенные стандарты в учебниках, либо отказываться от ЕГЭ. Одна минута остается у вас, пожалуйста. Дальше. Что еще хотелось бы сказать по поводу образования? У Павла Николаевича Грудинина, точнее молодежной политики, замечательный, в его хозяйстве построен замечательный детский сад, который считается одним из лучших в России. Также построена самая лучшая в Европе школа. Это всем признано. Вот если вот сделать так по всей стране, и это можно сделать, Павел Николаевич Грудинин показывает, что это можно сделать. Почему бы не сделать так во всей стране? И тогда люди будут стремиться работать на благо своей страны, а не уезжать куда-то за рубеж. Как происходит сейчас у нас массово, молодежь, особенно та, которая хорошо отучилась, выезжает отсюда. Тогда люди будут работать здесь, когда у них будет все обеспечено. Детство, материнство, наука. Люди останутся здесь. Товарищи, голосуйте за Павла Николаевича Грудинина. Спасибо. Велита Ивановна, что предлагает Владимир Владимирович? Во-первых, я, наверное, хотела бы даже поспорить с ведущим, что с молодежью сейчас они занимаются или недостаточно занимаются. Это субъективно достаточно. Надо отметить, что даже эти выборы показали, что борьба за молодежную аудиторию идет даже не между оппонентами или кандидатами на должность президента, но еще мы видим, как активно работают внешние силы по работе с молодежью в информационной среде. Мы знаем, что такое социальные сети, мы знаем, что такое сила интернета для нашей молодежи. Поэтому, наверное, сейчас крайне важно говорить о том, что уже сегодня есть, что надо развивать, где мы добиваемся успеха, потому что позитивные примеры очень часто перебивают негативный фон, который есть сегодня, в первую очередь, в интернет-среде. Я напомню, что молодежь сама встречалась и, в первую очередь, разговаривала со своей дочерью. А что нужно вообще молодому человеку для того, чтобы ощущать себя счастливым и реализовывать свой потенциал вот именно на территории нашей Родины, моей страны, моей России, моего города, моей области. Первое – это, безусловно, качественное образование. И действительно, в этой сфере есть проблемы, но тем не менее, что я хотела сказать про высшую школу. Надо отметить хорошие тенденции в высшей школе. Мы видим увеличение количества бюджетных мест. Поэтому это становится доступным. Но для людей, которые, в первую очередь, хорошо учатся в средней школе, не надо забывать, что образование всегда должно быть на конкурсной основе. Высшее образование. Мы говорим о хорошей социальной среде. И молодые люди действительно обращают на это серьезное внимание. Именно поэтому существуют программы для молодых семей, молодая ипотека. Существуют возможности... Такое третье, наверное, направление, что важно для молодежи – это самореализация. Это возможность реализовать себя, свои проекты, свои планы. И тут надо обращать внимание, уважаемые коллеги, уважаемая молодежь, внимательно смотрите и работайте с информацией. Прекрасный образовательный проект «Сириус». По всей стране ищут молодых, талантливых людей от 9 до 17 лет. Обучение, встреча с наставниками, развитие проектов, финансирование проектов. По всей стране создаются детские технопарки. Коллеги, ну, уже 36 регионов практически вовлечены в проект «Детский кванториум». Детские технопарки, центры молодежного инновационного творчества. Огромное внимание сейчас страна, я считаю, заслуга моего кандидата в том числе, уделяет внимание развитию технических специальностей. Потому что без этого развития, без развития этого направления не будет технологических прорывов, не будет успеха, не будет развитой экономики. Цифра. Цифра рулит, и молодежь меня поймет, что она везде. Я могу сказать, читайте опять учебник физики. Читайте, еще раз перечитывайте. Физика – основа всего сегодня. Так называемые социальные лифты. Вы знаете, что раньше говорили, из чего скрывать, да в Советском Союзе не всякий талантливый молодой человек мог пройти по ступени партийной работы до высокого ранга. Сегодня социальные лифты. Вам предлагает сегодняшнее государство проект «Лидеры России», проект фонда, который возглавляет мой кандидат «Талант и успех». Множество программ, по которым вы можете реализоваться. Но, повторюсь, конкуренция высокая. Конкуренция позволяет вам достичь успеха только если вы образованный, компетентный, если у вас широкий круг знаний, если вы любопытный и не инфантильный. И потом, ну, наверное, секрет успеха для любой страны, для любой экономики, для любой группы населения – это работа, работа, активная работа, развитие. Я хочу привести только одну цифру. По направлению научных исследований у нас, необходимо отметить, существует целая система финансовой поддержки молодых ученых. Это президентские гранты для кандидатов и докторов наук. Это около пяти тысяч... Для этого, к сожалению, время. Спасибо. Фрида Андреевна, что предлагает Владимир Вольфович? – Дорогие телезрители, прежде всего хочу вам сказать. Все вы знаете Владимира Вольфовича Жириновского. Партия, которая им образована, состоит практически из молодых людей. В депутатском корпусе Владимира Вольфовича Жириновского молодые депутаты – Деньгин, Строкова, Нилов, Чернышов и многие другие. Все это молодые люди, которые своим примером показывают, что можно добиться и продвигать себя по должности в любом направлении. Партия Жириновского имеет единственного молодого депутата, которому 21 год. Это Василий Власов. Именно он смог показать свою работу и добиться того, чтобы быть депутатом Государственной Думы. Это говорит о том, что партия Владимира Вольфовича Жириновского уже 30 лет занимается с молодежью. Именно с молодежью во всех регионах нашей страны созданы штабы молодежные, где каждый молодой человек может обращаться по различным вопросам. Что мы имеем сегодня при действующей власти? У нас молодой человек, окончивший вуз, не может устроиться на работу, потому что, видите ли, его не принимает из-за того, что нет опыта работы. А как он может его набрать, этот опыт, если его не принимают на работу? Это нонсенс. Следующая позиция. Человеку 38 лет не может устроиться на работу. Человеку говорят, вы у нас старый физик-математик. Как это может быть такое, что в 40 лет человек у нас старый? Когда государство наше ставит задачу поднять демографию, чтобы поднять демографию, для этого надо, чтобы молодые люди у нас работали и все были обеспечены работой. И это может сделать только партия Владимира Вольфовича Жириновского. Поэтому, когда вы идете к урнам голосовать, голосуйте за партию молодых. Это партия Владимира Вольфовича Жириновского. Кроме того, необходимо сказать, что в программе Владимира Вольфовича Жириновского самый важный момент – это строить жилье для молодежи и давать льготные кредиты. Или же создавать кооперативы, где молодые люди могли построить себе жилье. Чтобы укрепить деревню, мы также должны направить людей и заинтересовать молодых людей жить в деревне. Выделять им не за деньги земельные участки, а бесплатно, чтобы они могли построить себе там дом, обрабатывать эту землю и жить на данной территории, построить дороги освещения. Только тогда мы можем закрепить нашу молодежь и показать, что она действительно востребована в нашей стране. Голосуйте за Жириновского. Спасибо. Сергей Николаевич, у вас предприниматель, как правило, народ молодой. Наверное, у вашего кандидата этому молодежному разделу посвящено, наверное, достаточно много места в придворной программе. Так ли это? Безусловно. Я вот послушал выступление коллег, и мне очень понравилось. Это четко показывает квинтэссенцию того, что происходит сегодня у нас в стране. Вы можете, как молодежь, вырасти по карьерной лестнице. Вы можете стать хорошим чиновником, бюджетником. Но никто не говорит о том, как они могут зарабатывать себе сами, став предпринимателями и бизнесменами. Да, у нас появились вузы, в которых можно услышать, узнать о том, какие есть практики, как можно начать бизнес, как можно этим заниматься, менеджмент и так далее. Но все это далеко оторвано от реалий. На сегодняшний день наша система образования не позволяет людям подготовиться к существующим реалиям, рыночным реалиям. И что происходит? Человек выходит из института, его никто не хочет брать, потому что его образование бесконечно далеко отстало. Предприниматели не хотят тратить деньги на то, чтобы его переобразовывать, потому что это затраты. Государство при этом, мы постоянно слышим о том, что оно рассказывает, мы будем все менять, мы будем делать другую систему, но ничего не происходит. Как учили по книжкам 60-х годов Карла Макса, Фридриха Энгельса, Четырех друзей, капитал, так и учат до сих пор. И с чем выходит этот человек? Он не подготовлен абсолютно. Нужно менять систему образования. Нужно говорить о том, что бизнесменам быть почетно и интересно. Ведь сейчас имидж бизнесмена это кто? Кто такой бизнесмен? Купи-продай. Купи-продай. Это еще в лучшем случае. А то и Хапуга, который всех надурил, обманул. А почему за рубежом говорят, что предприниматели, которых не более 2-3% вообще в обществе, это самый ценный кадр, самый ценный член общества, потому что он создает добавленную стоимость, создает новые рабочие места, несет ответственность за то, что он делает, и берет на себя риски, двигается вперед. Вот в стратегии роста Бориса Юрьевича Титова отведено огромное место именно изменению образования в сторону создания предпринимательской среды, в сторону изменения мышления и имиджа предпринимателей. Голосуйте за Бориса Юрьевича Титова, голосуйте за стратегию роста, продуманную, взвешенную, без лозунгов, абсолютно основанную на абсолютно практических примерах и практических успешных примерах тех бизнесменов, которых знает и Борис Юрьевич Титов, и знает вся страна, которым гордиться, по праву можно гордиться, с мировой известностью и с мировым именем. Спасибо. У вас минута еще осталась. Вы ее возьмете или... С удовольствием возьму. Говорили сегодня об ипотеке. Огромный раздел посвящен в стратегии роста ипотеке. Ну как можно 7% молодому человеку платить ипотеку? Вот он вышел из института. Где ему взять 7% за ипотеку? Когда он ее закончит выплачивать? Нужно создать условия, чтобы он имел возможность, как молодой специалист, получить ее под 3-4% максимум. Нужно пойти по тому пути, который выбрали зарубежные страны. Да, они, так скажем, втягивают человека в кредитные истории, но это стимулирует его развиваться, стимулирует быть конкурентоспособным, зарабатывать больше, но тем не менее он живет в отдельном месте, строит свою ячейку самостоятельно. Ипотека – драйвер развития. То есть наряду с тем, что мы поможем молодым людям, и это описано в нашей стратегии, мы поможем развитию таких отраслей, как строительство, производство строительных материалов, производство мебели и прочее, прочее, прочее. То есть это такой локомотив и драйвер. Поэтому, конечно, молодежь – это те, кто могут двинуть экономику вперед, в том числе беря ипотечные кредиты и покупая свое собственное жилье. Спасибо. Но без слов, нельзя не сказать о том, что нужно менять подходы и имидж. Еще раз говорю, имидж предпринимателя в том числе. Спасибо. Получилось так, что вы были достаточно компактны. У нас есть буквально по одной минуте перед традиционным обращением к избирателями. Вот скажите, Алексей Александрович, на ваш взгляд, с чего надо начать, вот если ваш кандидат станет президентом, какие первые шаги будут его на посту президента? Что самое главное? Все это отражено в программе Павла Николаевича Грудинина. Я считаю, что самое главное – это первые шаги прямо по списку. То есть это национализация основных средств экономики. Это транспорт, энергетика и природные ресурсы. Вот это вот. Ну и дальше там, соответственно, по списку, как у нас существует, как это должно быть. И ни в коем случае нет никакой национализации, например, то, что было приватизировано квартирой, и все такое, земельные участки. Про это даже и разговоров быть не может. Это, наоборот, все считается, все правильно сделано. Хорошо. Виолетта Ванна, первые шаги Владимира Владимировича на посту президента, если он 18 марта будет избран? Вы знаете, действительно существует четкая программа моего кандидата, который говорит о том, что будут продолжены те реформы, которые он реализует сегодня, о которых мы говорим, в том числе и в рамках данных эфиров. Первое внимание, я бы сказала, что будет уделено все-таки экономике. Экономике своей страны, для своих граждан, потому что основная задача – это поднять уровень качества жизни нашего населения, но которой, к сожалению, нельзя ничего сделать без того, что нужны кардинальные изменения в экономической политике. Это прежде всего кредиты, заказы, диверсификация экономики, опять же инвестиции, которые будет продолжена, но еще и активная поддержка наших предприятий на внешних рынках для захвата глобальных рынков, для повышения своих конкурентноспособностей. При наполнении доходной части бюджета именно этими организациями мы сможем реализовать все эти инициативы в социальной политике, которую мой кандидат представил. Спасибо. Представляет. Федора Андреевна, что сделал Владимир Вольфович? Владимир Вольфович Жириновский, так же, как и другие кандидаты, имеет свою программу, и она представляется в ста шагах, то есть это мощный рывок вперед, только вперед, для того, чтобы быстро вытащить страну из того застоя, в котором она находится последние два года. С этой целью он упрощает, вернее, не упрощает, а с этой целью особенно будет обращено внимание на законодательные органы, которые есть в судейском составе, обратить особое внимание на экономическую сторону нашего развития страны, а также на большие крупные предприятия, которые требуют особого внимания, и какие налоги кто каким образом оплачивает. Спасибо. Сергей Николаевич, Борис Юрьевич, с чего начнет? В первую очередь, снижение процентов по кредитам. Возвращаясь к капиталу, Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу, капитал – это ресурс. На сегодняшний день у нашего бизнеса нет основного ресурса. Огромные проценты, невозможно взять кредиты. Как можно развивать бизнес при этом? Уголовное преследование предпринимателей. Надо уйти от этого. Нужно в конце концов прекратить давлять на них, прекратить выдавливать из бизнеса все, что только можно посредством выстроенной сейчас системы, законодательной системы. Третий вопрос – снижение тарифов. Тарифы постоянно растут, это увеличивает издержки, это делает наша промышленность менее конкурентоспособной. И последний тезис – это налоговая система. Она должна не выдавливать из человека все, что только можно. Она должна быть выстроена так, чтобы она помогала расти и развиваться, при этом, конечно, не снижая объем поступлений. Спасибо. Итак, наш эфир подходит к концу. Есть буквально по одной минуте, чтобы вы могли обратиться к избирателям. Пожалуйста, Алексей Александрович. Дорогие товарищи, сейчас на Павла Николаевича Грудинина выливается огромный поток грязи и нечистот, скажем так, не совсем правдивыми журналистами и средствами массовой информации. Хочу сказать, что сейчас власть увидела в Павле Николаевиче главного своего противника. Поэтому пытаются сделать все, очернить и сбить его возможный процент при голосовании. Поэтому призываю вас не верить всем этим институациям и прийти и проголосовать 18 марта за Павла Николаевича Грудинина, кандидата от широких народных сил. Спасибо. Веритова, на. Уважаемые калужане, еще раз обращаюсь к вам с приглашением прийти на выборы, принять участие в них, проголосовать. Проголосовать ответственно, оценивая не только сердцем, не только оценивая, какой кандидат хороший человек или какую историю он имеет. Оценивайте по делам, цените по делам. Голосуйте, голосуйте за моего кандидата, потому что он сегодня представляет именно то, что сделано, и берет на себя ответственность за что сделано, что еще предстоит нам сделать. Мой кандидат Владимир Путин. Голосуйте за него, дорогие калужане. 18 марта ждем вас на избирательных участках. Спасибо. Веритова Андреевна. Уважаемые избиратели, вы должны все анализировать жизнь, в которой мы проживаем, и увидеть, что Ленинская партия и Сталинская партия ничего не сделали, чтобы сохранить Россию. Они ее развалили. Из-за этого наша страна потеряла 25% территории, 39% промышленности и 45% военного потенциала. Поэтому вы должны думать, за кого и как голосовать. Голосуйте головой и сердцем. Голосуйте за Владимира Вольфовича Жириновского, который восстановит страну и даст ей нормально развиваться. Спасибо. Сергей Николаевич. Уважаемые калужане, именно вы, сравнивая нашу область с другими регионами, видите, насколько правильная экономическая модель развития может способствовать изменениям в обществе, изменениям в стране. Поэтому, голосуя за Бориса Юрьевича Титова, вы голосуете за новую экономическую модель развития России. Голосуйте за Бориса Юрьевича Титова, голосуйте за продуманный, взвешенный, без лозунгов, движение вперед, за движение вверх, за движение партию роста. Спасибо. Уважаемые телезрители, мне остается напомнить, что сегодня гостями нашей телевизионной студии в рамках программы «Выбор-2018. Дебаты» в прямом эфире выступали. Завершал наш разговор Сергей Муллер, он является доверенным лицом кандидата на должность президента Российской Федерации Бориса Титова. Фрида Андреевна Никулина представляла интересы Владимира Вольфовича Жириновского, который также баллотируется на должность президента Российской Федерации Виолетты Ивановны Комиссарова, является доверенным лицом действующего президента Владимира Владимировича Путина и, соответственно, кандидатом на должность президента. И Алексей Александрович Распопов представлял интересы кандидата на должность президента Российской Федерации Павла Николаевича Грудинина. Мне остается присоединиться к призыву, чтобы вы 18 марта нашли время прийти на избирательные участки и выбрали из 8 кандидатов того, кто ближе к вам. А мы встретимся с вами завтра в 9 часов 15 минут на канале Россия 1 в рамках программы «Выборы-2018. Дебаты». До завтра.